Весь объем в академическом — это 20% от всего, что реализуется по новостройкам в Екатеринбурге. Какому типу потребителей ты порекомендовал там что-то смотреть? Академически чем славится? Это семейный микрорайон? Ты едешь, 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 а потом в фигах тебе такой огромный район новостроя. Это такой город в городе? У тебя ощущение есть, что академически это вот некий новый центр притяжения? Там же еще и олимпийские объекты сейчас, очень много спортивной инфраструктуры. Расскажи самое главное, что с ценами? Паш, привет! Рад тебя видеть. Спасибо нашим коллегам из УПН, которые предоставили площадку. У нас сегодня вообще большой план поснимать про район ВИЗ. Если я правильно понимаю, это аббревиатура Верхоседский завод. Но мы решили размяться немножечко на академическом. Это, я так понимаю, новый район, да? Новая какая-то история? Да, восьмой район сформирован специально под глобальный вот этот проект комплексного освоения территорий, который РСГ Академическая здесь сейчас ведет. Вот. Раньше, кстати, часть Академического относилась к Верхоседскому району, но вот сейчас выделили отдельно административно. Если я правильно помню, потому что мы с Академическим так или иначе начали знакомиться, по-моему, еще в семнадцатом году, и изначально это было где-то, ну, какая-то такая окраина, куда мы, помню, на автобусе ехали, и потом ты едешь, 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 а потом фига к тебе такой огромный район новостроек. Это вот так и было? Это так и остается. Просто сейчас это такой город в городе самодостаточный. То есть там появилась социальная инфраструктура, там появилась, я так понимаю, рабочие места, ну, в части, там, досуговых объектов. Вот. И на сегодняшний день это позволяет выделить, там, ну, там же еще олимпийские объекты, сейчас очень много спортивной инфраструктуры, поэтому, ну, вот, принято такое решение. Олимпийские объекты и с чем связаны? Ну, не олимпийские, а под универсиаду. А, то есть это не чемпионат мира по футболу, который вам не тут стоят? Нет, под универсиаду сейчас строится. Это у вас футбол и универсиада, да? А, понятно. Ну, это такое местное российское, да, мероприятие? Ну, универсиада нет, это просто универсиада в контексте, как она проходила в Казани, россияне туда шлют всех топовых, а остальные страны, начинающих спортсменов, да, и мы всех разносим. Первое интервью, кстати, мы записывали еще тогда с руководителем академической, для тех, кто не знает, застройку изначально академического делала и делает до сих пор в таком широком масштабе группа Картроз. И в Москве она тоже очень активно строит, и тогда Филипп Третьяков здесь работал, мы у него брали интервью, и по всей, по-моему, по той информации, это был самый большой код в комплексе освоенной территории чуть ли не в Европе, потому что вот таких масштабов, там какие-то колоссальные миллионы квадратных метров были заявлены, и там огромное количество лет на это было рассчитано, чуть ли не 25 лет на освоение и прочее. Мне кажется, сейчас уже никто даже прогнозировать не берется, на сколько это затянется в целом, но идет плановое освоение, для меня, сейчас же было недавно мероприятие, называлось трансформация академического, да, вот оно буквально позавчера прошло, и для меня-то главная трансформация академического на сегодняшний день сводится к тому, что раньше Картроз, ну, в части здесь РСГ академическая, осваивал почти всю площадку самостоятельно, а сейчас он запустил туда вообще разномастных застройщиков, то есть от Местечковых какого-нибудь из КСС, выделил ему одну площадку, до, собственно говоря, Брусники, которая там планирует несколько кварталов реализовать, и карту, я думаю, может быть, мы найдем, вставим, которая была на презентации, там очень большой участок отдан под то, что называется сторонние застройщики. Да, и я думаю, что это во многом трансформирует и систему взаимоотношений с партнерским каналом и так далее, потому что у академического, академический по сути продает сейчас там 20% всех новостроек в месяц, то есть весь объем в академическом, это 20% от всего, что реализуется по новостройкам в Екатеринбурге, закрывая всех остальных застройщиков. И как бы при таком объеме, понятно, они могли делать ставку на локацию, на какие-то инструменты, и, собственно говоря, партнеров постольку поскольку иметь в виду, там какие-то неликвидные объекты реализовать, но когда у тебя конкретно в этой же локации появляются прямые конкуренты с выстроенными отношениями с партнерским каналом, я надеюсь, что это приведет как бы к тому, что и РСГ повернется к нам лицом. Ну, это мой прогноз. Хорошо, давай вот так, естественно, это чисто лично твое мнение. Как ты считаешь, почему карт-рос, условно говоря, на это пошел? Потому что, не знаю, землю выгоднее продавать, они не успевают осваивать, хотя это некие требования местной власти, или это прям действительно какой-то правильный маркетинг или какой-то еще ход? Я думаю, это история про то, что ты бесконечно можешь работать над ассортиментом, конкурируя с самим собой. Ну, там типа идеи и так далее, они у тебя, ну, мне кажется, это сложно конкурировать с самим собой. То есть вот академически всегда славился тем, что есть какая-нибудь малая ташка, какие-нибудь высотные объекты с классными видами, вот они там пытались выстроить кучу всяких разных форматов, но в какой-то момент решили, что, да, проще запустить конкурентов, продать землю, свои участки осваивать в планомерном режиме, а, ну, зарабатывать там. Потому что, ну, мне кажется уже, что они, что называется, исчерпали свой ресурс фантазии на такой большой объем площади. Ну, то есть они некую амбицию свою удовлетворили, что мы тут самые большие, прочие, прочие, все можем, а теперь уже, что называется, чисто за... Может быть еще и понимание того, что рынок не всегда будет такой, как сейчас, а определенные объемы жилья там давать нужно, продаваемые. На самом деле я бы сейчас, конечно, хотел услышать мнение Сергея Розуваева, поскольку он не так давно, я это вчера на нашем эфире, кстати, кто не видел, у нас была вчера ярмарка новостроек, немножечко зацепил эту тему, в том смысле, что год назад Минстрой сказал всем застройщикам, ребята, 120 миллионов, которые в национальной программе заявлены президентом, никто не отменял. Как бы понятно, что это уже не 20-й год, 20-й год прошел, но тем не менее 120 миллионов в каком-то году должны реализовать. И в связи с этим, мне кажется, что со стороны государства и на всех уровнях, особенно крупных миллионных городов, идет на застройщиков давление, ребята, давайте качайте. Потому что я вижу, что происходит в Новой Москве. У меня почему-то ассоциация академическая с Новой Москвой. То есть Нова Москва что это? Это некий такой, не знаю, пупырь на карте Москвы, вот она такая условно овальное яйцо, и здесь внизу раз такой, вдруг аппендикс вырос. Причем достаточно большой, в двух этих, как его называют, в двух районах, там Троицкий, Новомосковский. И если верить БНМЭП, да, это вот там аналитическая система, которая у вас тоже работает, то они считают, вот условно говоря, три региона. Москва в Старых Границах, как это называется, или Старая Москва, вот это Новая Москва и некая Ближняя Подмосковья. И у них у всех разные тенденции. Вот Ближняя, вот эта Новая Москва, она последние годы, потому что сначала все думали, что, кто-то поедет. Она стала очень сильно активизироваться, и мне кажется, в основном, конечно, за счет Собянина, за счет того, что он реально, в это никто не верил, построил хорошую дорогу, ну прям вот эта вот трасса Калужское шоссе, которая идет до 50-го километра до Новой Бетонки, она прям едет. Хотя все думали, а как там построить, там кругом дачи, там еще что-то, как расширять. Но тем не менее, оказывается, если хочешь, как ты говоришь, мотивация есть, она по всей видимости есть, они это построили, и в принципе сейчас, плюс метро туда протянули, а это важно, да, то есть ты можешь доехать до метро, бросить машину, там перехватывающую парковку, и дальше уже двигаться как хочешь. И действительно этот район стал не таким непривлекательным, каким он был, там еще может быть 5-6 лет назад. Мало того, все поговаривают, что там коммунарка, название очень хорошее, ну с точки зрения русского языка, и там отдающая каким-то совком, но вот это вот поселок коммунарка, который является сейчас, ну такой вот центром Новой Москвы, он стал прям вот развиваться, там налоговая инспекция, больницы какие-то, школы и так далее. Так вот я к чему. У тебя ощущение за последние, ну давай возьмем 3-4 года есть, что академически это вот некий новый центр притяжения, или это вот как было там где-то, так и осталось? Да нет, похоже на правду, то есть это район, который уже имеет свою аудиторию, никуда не желающую переезжать, то есть там же определенная инфраструктура, которую просто невозможно сформировать не в заново строящихся районах, то есть велодорожки, которые простираются. Мы были летом, вот как раз с оператором Денисовым, там было много футбольных площадок, мы прям видели, как люди играют в футбол. Да, там история с бульварами, которые проходят вдали там от каких-то центральных магистралей, и там ребенка можно отпустить в школу, то есть там вот эта вся история, она формировалась, универсиада стала еще катализатором вот такой спортивной инфраструктуры, поэтому, безусловно, там сейчас и администрация, и парк, и так далее, там бешеные вливания, сейчас в какой-то веке начали уже строительство трамвайной линии, и скорее всего ее закончили, то есть это действительно становится. Так тогда поподробнее, что значит строительство трамвайной линии, почему ты это отметил? Просто я же не знаком. Ну, экономически, с точки зрения общественного транспорта, он упирался в такие лютые очереди по утрам, чтобы забиться в маршрутку, и как бы там со временем появилась изолированная полоса для общественного транспорта, но у нас менталитет определенный, штрафы не штрафы, а тому, кому особо надо, и транспорт там блокировал, то есть трамвай же это всегда там пути, по которым вряд ли уже кто-то... Для меня большой вопрос, какой объем вагонов туда нужен, как метро в Москве, наверное, раз в три минуты пускать, чтобы обслужить, так сказать, интересы района, но в целом все очень ждут этого. Те, кто там не завязан наличный транспорт, те, кто завязан, но там не любит стоять в пробках, они все ждут какого-то изолированного выезда. Понятно, что там это не метро, учитывая удаленность района, но вот трамвайная ветка, она, я думаю, очень сильно увеличит привлекательность района для тех, кто не наличен транспорт. Она уже есть или она будет? Нет, ее вот только начали тянуть, ее очень долго обещали, как обычно, короче, куча согласований, вот, но сейчас работы по ней ведутся, вот, если я правильно помню, боюсь соврать, но как раз на мероприятии сказали, что, в принципе, там, 23-м годом эта история должна завершиться, ну, и мне кажется, это похоже на правду, потому что сейчас там очень хорошее вливание в инфраструктуру, связанное с универсиадой в том числе. Субтитры подогнал «Симон» Ну, хорошо, вот, если бы к тебе обратился человек и сказал, вот, не Екатеринбургский, а, там, не знаю, из ближнего какого-нибудь региона или, там, из Сибири, и сказал бы, слушай, Павел, вот, скажи, пожалуйста, я тут видел рекламу академического и вот подумаю, там все так красиво, вот кому бы ты порекомендовал, какому типу потребителей ты порекомендовал там что-то смотреть? Лично я, в принципе, и академический, и второй удаленный район «Солнечный» пока воспринимаю как, там, район для тех, кому не важен выезд в часы пик на работу и так далее. Ну, то есть, потому что, ну, сложно выбираться, с каждым днем все сложнее, дороги не успевают за ростом жителей в этом районе, и эта точка напряжения, она будет все нарастать и нарастать. Поэтому, вот, если ты фрилансер условный, где, как бы, там, не знаю, мне кажется, там скоро начнут... Ну, не знаю, может быть, если ты работаешь посменно, это тоже... Да, нет, не обязательно, причем все, да, фрилансеры, то есть, академически чем славятся, это семейный микрорайон, да, то есть, вот вся вот эта вот история с полями, с площадками детскими, с школами и так далее, хотя там напряжение в школах и буквы в классах уже серьезными становятся. Да, ну, не такая история, как в Краснодаре, но... В Краснодаре, это просто, чтобы понимали, там есть школы, где 42 первых класса. Ну, да, то есть, уже букв в алфавите не хватает, чтобы называть классы. Не такая напряженная, но в целом не поспевает. Но, вот, то есть, портрет, например, где мужчина, глава семьи зарабатывает, и у него там какой-нибудь собственный бизнес, то есть, он может позволить себе, там, не знаю, выезжать, ну, либо пораньше выезжать куда-нибудь, там, фитнес-центр, в какой-нибудь Wellness Tiffin элитность заходить, а потом дальше работать своей, заниматься. Либо, да, попозже, часам к десяти, это нормальная история. А мама там вот остается с детьми и, собственно говоря, пользуется всей этой инфраструктурой. Вот для меня такое, потому что вот чистых фрилансеров, ну, таких молодых фрилансеров, для меня все-таки это солнечно. Это чисто мое восприятие. Мы сейчас к нему немножко вернемся, потому что... Здесь, кстати, еще один из вариантов, есть категория врачей, которые, например, я считаю, что работают немножко в другом режиме, поскольку у них смена начинается в боссе. Ну, врачи у нас сейчас работают в круглосуточном режиме. Ну, окей, как бы. Но, тем не менее, есть некие профессии, которые смещены. То есть у них, условно, не с девяти до шести, а там с восьми до двух, с двух до восьми и так далее, и так далее. То есть, в принципе, как сказал Павел, если у вас вдруг есть такая возможность хотя бы у одного члена семьи жить, что называется, не по стандартным часам с девяти до шести в рабочий, чтобы не попадать вот эти в час и пик по транспорту, то, как вариант, можно рассматривать. Расскажи самое главное, что с ценами там.